Приветствую вас, друзья! С вами Дмитрий Афанасьев. Наконец-то мы дошли до последнего пятого принципа, solid-принципа в PHP. На самом деле, данный принцип мы уже использовали в предыдущих принципах, когда строили код. Но, тем не менее, то правило мы не возводили в правило, то есть мы как принцип это не воспринимали. А по сути, это является нашим принципом инверсии зависимости. И, чтобы не повторяться, хотелось придумать как можно более интересный пример. И пример у нас будет из реальной жизни, из совсем реальной жизни. Классическая формулировка принципа следующая. Зависимости внутри системы строятся на основе абстракции. Модули верхних уровней не должны зависеть от модулей нижних уровней. Оба типа модулей должны зависеть от абстракции. Абстракции не должны зависеть от деталей. Детали должны зависеть от абстракции. Или, если выразиться короче, то зависимости должны строиться относительно абстракций, а не деталей. По словам деталей здесь подразумевается класс. Теперь давайте все это рассмотрим на примере. У нас есть три класса. Итак, первый класс. LowRankingMail. Низкоранговый мужчина. У данного класса есть публичный метод eat. Кушать. То есть мужчина хочет кушать. И данный метод реализуется следующим образом. Здесь мы используем класс под названием vive. Жена. И с помощью данного класса мы получаем еду. Ну и собственно вот наш класс vive. Класс vive публичный метод getFood. И возвращает нам еду. Положение было бы намного хуже, если бы сам класс LowRankingMail реализовывал данный метод. Но тогда бы мы нарушали наше первое правило. Чем плоха данная система? Здесь у нас налицо очень сильная зависимость от конкретного класса. В данном случае от класса vive. То есть если вдруг какие-то перемены мы захотим сделать. Какие-то новые модификации. То нам потребуется менять данный класс. Класс vive. Что уже нарушает принципы solid. Причем данная строка она ведь в коде может использоваться не только в одном каком-то классе. Она может использоваться в других классах. И соответственно здесь очень сложно будет менять архитектуру. Поэтому конкретно вот такая модификация она крайне невыгодна в коде. Ну и собственно крайне невыгодна в жизни. Рассмотрим следующий класс. Это средне-ранковый самец. Он уже поумнее. И здесь у нас код более правильный. Если в коде выше экземпляр класса, но он сам не делал выбор, что вот именно этим классом им пользоваться, то здесь уже хоть какой-то выбор данный класс делает. То есть мы создаем private переменную. Мы создаем конструктор. И во время создания данного класса мы присваиваем, переносим сюда экземпляр класса vive. Либо какую-то модификацию его, дочерний класс. Ну и собственно в коде мы уже обращаемся. Во-первых мы не создаем класс здесь. Он к нам приходит извне. И здесь в коде мы уже обращаемся в дальнейшем к нашей перемене vive. Данный код он у нас гораздо гибче. Для изменений. Но тем не менее мы все равно привязаны к данному классу. И можем пользоваться экземплярами данного класса. Либо потомками. То есть какая-никакая зависимость, достаточно сильная, у нас все равно остается. И наш третий класс. Высокоранговый самец. Он уже гораздо умнее двух предыдущих. И что здесь у нас имеется? У нас есть приватная переменная foodProvider. То есть провайдер еды. В конструкторе мы получаем переменную объект класса, который реализовывает интерфейс iFoodProvider. Инициализируем данную переменную и далее уже работаем с данной переменной. Вот наш интерфейс iFoodProvider, который говорит, что есть у нас публичная функция getFood. И соответственно у нас и класс wife должен реализовывать данный интерфейс и еще один вспомогательный класс ресторан, который реализовывает данный интерфейс. То есть если у нас класс жены теперь реализовывает iFoodProvider, то соответственно здесь у нее обязан быть класс getFood. То есть публичный метод. И собственно у класса ресторан то же самое. Публичный метод getFood. Что мы из этого получаем? Мы получаем то, что сюда мы можем передать как объект класса wife, так и объект класса ресторан. То есть любой объект, который будет реализовывать интерфейс iFoodProvider, мы можем здесь использовать. Выигрыш данной системы он очевиден. Здесь мы уже не зависим от конкретного класса. Мы здесь зависим от абстракции. И соответственно можем практически любой класс использовать, который будет у нас данный интерфейс реализовывать. Что делает нашу систему максимально гибкой? И еще повторю определение данного принципа. Зависимости должны строиться относительно абстракции, а не деталей. Вот наша зависимость и у нас она построена относительно абстракции, а не от деталей. Здесь у нас зависимость от детали. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий Афанасьев. И до встречи в следующих видео уроках.